Олег, тебе пора уходить, мне надо работать. Мы уже попили чай, всё обсудили. Если ты не уйдёшь, я сегодня ничего не успею. Олег. Типичная ситуация, не правда ли? Вот бы люди умели считывать эмоциональное состояние друг друга или мысли. Конфликтов было бы меньше, и работать можно было бы ещё эффективнее. А можно ли с помощью мысли управлять компьютером или дистанционно передавать команды другому человеку или животному? Такие системы называются нейроинтерфейсами. Чтобы узнать всё подробнее, мы отправляемся в Южный федеральный университет, где в вопросах нейроинтерфейсов сделали настоящий прорыв. Вопросами нейроинтерфейсов занимаются лаборатории, наверное, в каждом крупном университете мира. В России нейроинтерфейсами занимаются также во многих лабораториях. Но учёные Ростова-на-Дону в области интерфейсов добились реальных внушительных результатов. Для начала надо пояснить, чем в принципе отличаются разработки. В нашем цикле «Конструкторы будущего» мы уже затрагивали тему нейроинтерфейсов и нейрочатов. По-научному это всё называется интерфейс мозг-компьютер. Но некоторые учёные отделяют нейроигрушки от нейроинтерфейсов. Игрушка — это когда специальное устройство считывает общий уровень мозговой активности, и, сосредоточившись, вы можете двигать, к примеру, машинкой или изображением на компьютере. А вот нейроинтерфейс должен различать пять основных команд. Вверх-вниз, влево-вправо и старт-стоп. Учёные Ростова-на-Дону смогли сделать именно такой командный нейроинтерфейс. Но на этом они не остановились. Они сейчас работают над интерфейсом мозг-мозг. То есть из одного мозга можно подавать команду или диамоторный акт, или мысль передавать в мозг другого человека или животного. Телепатия возможна, но обо всём по порядку. В Ростове-на-Дону сделали стимулонезависимый интерфейс, команда в котором формируется всего за 500 миллисекунд. Вот одно из прикладных применений — электрическая коляска для маломобильных людей, которая двигается силой мысли. Пользователь всего лишь представляет идиомоторный акт — идти вперёд, поворачивать налево или направо и так далее. Заместитель Центра нейротехнологии по науке Дмитрий Шапошников после операции на колени сама пробовал изобретение. Естественным для человека является всё-таки использование своего мозга для управления собой самим. Не рук, не глаз, не ног, а именно мозг, который управляет ногами, руками и так далее. Дмитрий Шапошников, заместитель руководителя Центра нейротехнологии Южного федерального университета, кандидат технических наук. Считает, что по долгу службы обязан разбираться во всём, что делается в Центре, от инженерных проблем и биофизики до вычислительных систем. Для начала обучиться сложно, то есть сложно выполнять мысленные команды правой, левой рукой, ногами, чтобы привести коляску в движение. Ну, со временем, за пару-тройку дней, даже можно сказать за одну неделю, ну, в общем, у меня проблем управлять этой коляской уже не возникало. Если вы сейчас меня попросите по управлять этой коляской, я боюсь, что мне опять придётся, потому что это было год, полтора года назад, ну, мне придётся потратить какое-то время опять на обучение, собственно, и управлять. Алгоритмы сбоев не дают. Команды для начала движения поворотов вправо-влево, они продуманы так, чтобы это было естественно для человека. Надо подумать о движении ногами, чтобы она поехала вперёд. Надо подумать о движении правой рукой, чтобы она повернула вправо. И надо подумать о движении левой рукой, чтобы она повернула влево. В разработках других учёных обычно используется стимулозависимый интерфейс. Это когда человеку нужно искать на мониторе нужную букву или пиктограмму, чтобы мозг откликнулся на стимул. Только тогда команда распознаётся. Здесь же нужно просто подумать. Конкретная команда, конкретное исполнение. Вся наша жизнь абсолютно, все наши действия продиктованы деятельностью. Результатом деятельности мозга. Соответственно, понимание того, как он работает, и обратная связь от работы мозга, она важна. Николай Селидов, старший научный сотрудник Центра нейротехнологии Южного федерального университета. Считает, что для скачка в применении новых нейроинтерфейсов необходим эргономичный способ снятия электрических сигналов мозга. ЮФУ приобрело и кастомизировало именно этот комплекс для того, чтобы разработать систему реабилитации людей с ограниченными возможностями. То есть для того, чтобы, если простым языком, для того, чтобы мысленно научиться управлять протезом. Чтобы можно было использовать те же хватательные движения за счёт считывания электрической активности. То есть подключаемся, для считывания такой именно моторной функции требуются другие точки приложения, чуть больше датчиков, но самое главное, что это даже не считать ЭЭГ, а распознать, где в этом ЭЭГ было движение указательным пальцем. Команду в мозге вычленить с первого раза практически невозможно. Сигнал для обработки поступает зашумленным. К тому же его нужно верно интерпретировать. Начинаются исследования с простой, давно известной процедуры получения электроэнцефалограммы головного мозга. В исследованиях используется вот такой стандартный и довольно не новое изобретение, этот электродный шлем. Он одевается на голову испытуемому, чтобы потом попытаться вычленить команды, которые могли бы передаваться внешним устройствам. Шлем одевается... А вот, я сам справился. Далее, из этого шприца под датчики наносятся гель, чтобы проводимость была лучше. Сигналов от мозга к компьютеру. Теперь компьютер подключается к этому электродному шлему, и на экране монитора мы можем видеть визуализацию электрических импульсов головного мозга. Вопрос не в том, чтобы снять информацию о деятельности коры головного мозга, а в том, чтобы написать программу, которая бы интерпретировала сигналы головного мозга. Интерпретировала верно, так, как нужно разработчикам. Для распознавания действий используются собственные нейросетевые алгоритмы. Информация ЭЭГ поступает в следующую комнату, где стоит мощный компьютер. Сюда, в аппаратный комплекс, загружают данные экспериментов и интерпретируют команды. Интерпретация происходит по собственному, разработанному учеными UFU, математическому методу. Здесь проходит очень большая вычислительная обработка, чтобы настроить, чтобы обучить нейронную сеть на тех примерах, которые мы набрали. Вот примеры этих паттернов, примеры этой активности, которую мы используем. И для того, чтобы это хорошо научить и определять то, что нам нужно, нужно провести большое, огромное количество вычислений с помощью очень сложных математических моделей. На обычном компьютере, даже в мощном, такой процесс обучения может занимать недели. Наша система, наш вычислительный кластер позволяет это время существенно сократить до нескольких часов. Потом, после того, как процесс обучения прошел, мы проверили, валидизировали наши данные, то есть проверили наши данные, что действительно они выдают именно тот результат, который нам нужен. Мы потом сформированную модель берем отсюда и вставляем в ту систему, которая непосредственно работает с нейроинтерфейсами. Верно и однозначно. И с большой скоростью распознавать мысли или паттерны активности и переводить их в команды для техники – это большое достижение. Интерфейс мозг-компьютер может развивать функции самого мозга и дает дополнительный канал коммуникации и управления. Это может потребоваться в будущем где угодно. Уже реализуются варианты управления силой мысли, к примеру, коптером. Но ученых будоражит уже новый интерфейс. Не мозг-компьютер, а мозг-мозг. Можно ли передавать сигналы непосредственно в мозг другого человека или животного? За этот вопрос специалисты Южного федерального университета тоже взялись и провели ряд экспериментов. В лабораторной крысе были вживлены электроды. И по мысли человека поднять правую или левую руку, животное поднимало правую или левую лапу. Посредством компьютера, да. Поскольку технология интерфейса мозг-мозг, она все равно опосредована компьютером и методами анализа сигналов. Дмитрий Лазуленко, психолог, ведущий научный сотрудник Центра нейротехнологий Южного федерального университета. Изучает психо- и нейрофизиологические механизмы. В сфере его научных интересов также интерфейсы мозг-компьютер и мозг-мозг. Мы параллельно регистрируем активность мозга одного человека и второго, или, например, человека и животного, для того, чтобы организовать канал управления, если это, например, связано с управлением активности крысы. У нас была такая работа, она выполнена в рамках проекта Российского научного фонда совместно с фондом интерфейсовских исследований. И заключалась в том, чтобы сформировать новый канал, принципиально новый канал управления животным посредством невербальных и немышечных каналов управления от человека. Интерфейс мозг-мозг возможен и без инвазивного вмешательства. Вместо электродов может быть УЗИ-индуктор или экран монитора. В случае с монитором человек представляет какое-то действие, это действие визуализируется на экране монитора у другого человека, и тот уже принимает информацию для своего решения. Такие интерфейсы просто необходимы для создания гибридного интеллекта. В гибридных системах нужно будет считывать и вводить информацию непосредственно в мозг без участия речи. Это технологии будущего. Эта задача очень тривиальная, очень сложная, очень долгоиграющая, но очень интересная, глубокая и крайне перспективная. В далекой перспективе, если не будет какого-то мега-скачка, вплоть до телепатии, ну то есть передача, передача как минимум текстовых сообщений. Ну то есть это наиболее общепринятые такие образы, текстовые информации. Используя данные об активности мозга, в Ростове-на-Дону разработали систему контроля состояния человека, чтобы сводить к минимуму человеческий фактор в работе. Внимательен ли, к примеру, пилот? Может ли совершать ошибки, в каком он эмоциональном состоянии? Всё это фиксируется датчиками активности. С помощью технических средств, которые мы разрабатываем, предполагается и вообще прогнозируется, что современные и эргономичные системы мониторинга электрофизиологических параметров, в том числе активности мозга, будут расположены на голове в виде небольшой гарнитуры, с помощью которой мы будем наблюдать в реальном времени за активностью мозга человека и в реальном времени понимать, в каком состоянии сейчас он находится, в оптимальном или неоптимальном. Всё проектовано действительно в мозге. Каждое движение, даже то, что я руками двигаю, это всё мозг делает. Понимая, как он работает и понимая, что он сейчас делает, мы можем смотреть в режиме реального времени текущее состояние человека, прогнозировать его состояние и, опять же, зная, в какой момент, в каком состоянии находится человек, мы можем построить более эффективную методику решения тех или иных задач и избегать, в первую очередь, человеческого фактора. В Южном федеральном университете уже была протестирована на авиасимуляторе система функционального контроля пилотов. Но в реальности в авиации систему тестировать отказались, ссылаясь на то, что дополнительные устройства будут отвлекать лётчиков. Возможно, в будущем я смогу вот так вот просто накинуть капюшон с датчиками и подключиться к ноосфере или гибридному интеллекту. А может быть, просто транслировать своё эмоциональное состояние, чтобы меня не донимали назойливыми рекламными звонками. Об этом я могу только гадать, а об остальном позаботятся конструкторы будущего. Ну, короче, я понял, тебе неинтересно. Давай, до завтра. Олег, постой, капюшон заглючил просто. Пойдём кофе попьём. А как капюшон? Я пошёл. Датчики не сработали. Давайте я попробую подумать о еде. В нашем цикле «Конструкторы будущего» уже были сюжеты о нейроинтерфейсах и нейрочатах. И всё, больше ничего не помню. Батерброд вырисовался. График. Вот.